Здравствуйте! В эфире ЯНовости, в студии Анастасия Сотникова. Главные темы к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проспект Октября будет готов к осени. Ремонт проезжей части выполнен от Красной площади и до Гиганта. Заменены ливневые канализации, установлены новые бордюры. Сейчас основные силы подрядчика, организации «Автодор» направлены на укладку асфальта. Работы проводятся ночью, чтобы не мешать движению транспорта. В ближайшее время дорожные службы планируют нанести разметку. Однако сроки окончания работ пока только приблизительные. Для нас очень важное качество, поэтому говорить о числах рано. И, конечно, бы хотелось, чтобы ко второму числу было сделано максимальное количество, для того, чтобы город с 2 сентября жил уже много другой жизнью. Погибла под колесами трактора. 26 августа около часа дня на 8-м километре дороги Середа-Бухлова 24-летняя девушка вышла на проезжую часть и попала под колеса телеги трактора МТЗ. По словам сотрудников ГИБДД, женщины распивали спиртные напитки. После чего одна решила перейти дорогу и угодила под колеса трактора. От полученных травм девушка скончалась на месте. Сегодня на улицах Ярославля можно было встретить двух медсестер и больного, разъезжающего на медицинской койке. Таким необычным образом, правду о еде ярославцам решили рассказать и показать организаторы одноименной акции. Активисты из Москвы уверяют, правильное питание – залог здоровья. Подробностью Алины Комаровой. Подумайте, надо ли вам умирать в молодом возрасте. Больного, разъезжающего на медицинской койке в компании двух медсестер, не каждый день можно встретить на улицах города. Акцию против вредного питания провели активисты из Москвы. Этим поступком участники хотят показать масштабы заболеваний, инфарктов и инсультов в Ярославле и в России. Цельная акция – показать жителям Ярославля, что употребление продуктов с повышенным холестерином, как сливочное масло, а вообще животные жиры, к чему не приводит. То есть можно опасть в больницу, в кардиотделении, а можно просто питаться правильно и этого избежать. По данным Министерства здравоохранения, Ярославль стоит на втором месте после Нижнего Новгорода по количеству заболеваний сердца и высокой смертности. Холестерин убивает! Я понял это, и поэтому призываю вас, обратите на свое питание внимание! Холестерин холестерином, а без витамина вы тоже не проживете. Вся Европа уже перешла на маложирные продукты. Кто он такое сказал? Ну сейчас как это, маргарина, растительные жиры. Да конечно! И сливочное масло тоже потреблять. Все в разумных пределах надо потреблять. Проходящие мимо люди обращали внимание на призывы больного, полежащего на медицинской койке. Однако здоровый образ жизни представляется каждому из них по-своему. Меньше есть, наверное, нужно жирный и больше заниматься спортом. Все знают, рецепт простой. После Ярославля активисты организации «Правда о еде» планируют вместе с псевдобольным проехать по улицам Воронежа и Владимира. Алина Комарова, Денис Сахаров, ЯНовости. Битве на Курской дуге 70 лет. По своим масштабам и значимости она признана одним из ключевых сражений во Второй мировой войне. В честь этого события сегодня в Ярославле прошла патриотическая акция «Встреча поколений», где руководство города и области, воспитанники кадетского корпуса и курсанты военно-космической академии честовали ветеранов Курской битвы. В эту победу внесли свой значительный вклад ярославцы. И к нашему великому счастью, многие из них с нами рядом, ведут сегодня огромную военно-патриотическую работу. 82 участника Курской битвы здесь с нами в Ярославле. И мы благодарим сегодня за тот подвиг, который они совершили. Ярославские театры готовы к открытию нового сезона. Творческие планы Тюза и Волковского узнал корреспондент программы «Я. Новости» Иван Уваров. Работы интересной, как можно больше. Волковский театр вышел из отпуска. На традиционном сборе труппы художественный руководитель Евгений Марчелли подвел итоги прошедшего сезона и наметил план работы на ближайшие полгода. Мы попробуем делать новые работы, интересные. Среди них и такие любопытные эксперименты творческие, как, например, балет «Щелкунчик» для Нового года, для детей. Кроме этого, зритель увидит на сцене Волковского вечную пьесу Шекспира «Ромео и Жильета», а также совместный проект «Ярославцев» и Московского театра имени Маяковского «Идиот» Достоевского. У нас настолько был успешный прошлый сезон по всем статьям, и по фестивалям, и по призам, и по выпуску спектаклей, что, честно говоря, есть некоторые опасности. Но ведь все время хочется идти дальше и дальше, а это не так просто. Если актеры Волковского выйдут на сцену в необычном для драматического артиста виде искусства в балете, то труппы Ярославского «Тюза» попробуют себя в музыкальном жанре. Новый юбилейный сезон театр юного зрителя открывает премьерой мюзикла «Моя прекрасная леди». В городе существует большой вакуум, большая жажда музыкального театра, спектаклей. И потом у нас есть очень хорошие актеры, поющие актеры, которые могут это сделать. 30 лет назад «Тюз» в Ярославле открылся благодаря знаменитому драматургу Виктору Розову. В честь столетия со дня его рождения труппа готовит к выпуску спектакль по его инсценировке «Обыкновенная история». С нетерпением театралы будут ждать и премьеру «Слово о полку Игореве», репетиции которого начались еще в конце прошлого сезона. Стоит отметить, что это произведение никогда не ставили в драматических театрах. К юбилейному сезону «Тюз» преобразился. Отремонтирован фасад, модернизирована система пожаротушения, отреставрирован паркет в фойе. Свои двери для юных зрителей театр откроет 26 сентября. Иван Уваров, Сергей Мазилов, ЯНовости. Ярославский локомотив проиграл Рижскому «Динамо» в матче открытия Кубка латвейских железных дорог. В первом периоде железнодорожники действовали активнее. У ворот хозяев неоднократно возникали опасные моменты, но открыть счет так и не удалось. А вот рижане в начале во второй 20-ти минутке смогли реализовать численное преимущество. Отличился Микс Индрашес, а уже спустя минуту Юрис Упитес удвоил счет в матче. В заключительном отрезке игры команды обменялись голами. Единственную шайбу от локомотива забросил Алексей Кручинин за несколько секунд до окончания встречи. Итоговый счет 3-1. Следующим соперником железнодорожников станет Казанский Акбарс. Игра состоится 28 августа. В минувшую субботу в Ярославле прошел второй всероссийский фестиваль пляжного волейбола. Люди разного возраста и социального положения, депутаты и простые граждане. Все, кто любит здоровый образ жизни и активный отдых, пришли на центральный пляж города, чтобы побороться за победу на песке. На мероприятии побывал корреспондент программы ЯНовости Тимур Аршинов. Фитнес без абонемента. Название соревнований говорит само за себя. Ведь пляжный волейбол – один из самых демократичных и доступных для всех категорий населения вид спорта. Поэтому играть в него может каждый. Благодаря вашим стараниям, вашему участию и вашему примеру, интерес Ярославской области к волейболу ощутимо возрос. В соревнованиях приняли участие шесть видов команд – тинейджеры, любители, чайники, ветераны, отцы и дети и вип-персоны. Всего 222 человека. Для проведения фестиваля были оборудованы пять площадок для пляжного волейбола. Мы, конечно, старались больше подключать свою область. Старались. Все-таки своя область – это, в общем-то, свое родное. Но у нас есть и приезжие команды. То есть здесь вот из Архангельска есть, из Костромы, из Иваново. На фестивале присутствовал голландский волейболист Кайван Дейк. Спортсмен не так давно пополнил ряды клуба Ярославич и уже отметил интерес горожан к волейболу. У вас тут так много, это очень здорово. Я вижу, волейбол в Ярославле любят. Надеюсь, кого-то из вас я увижу на матчах своего нового клуба. Несмотря на то, что соревнование непрофессиональное, песок под ногами участников раскалялся от нешуточной борьбы. В результате в каждой номинации определились свои победители. Они получили медали и грамоты от агентства по физической культуре и спорту Ярославской области, а также ценные призы от спонсоров мероприятия. Тимур Аршинов, Денис Лосев, ЯНовости. Пока это вся информация. Если вы стали свидетелем интересных событий, звоните по телефону 77 20 40 в редакцию программы ЯНовости. В студии была Анастасия Сотникова. Впереди прогноз погоды. Всего доброго и до встречи. ООО «Миллениум». Здравствуйте. Спонсор прогноза погоды – общество с ограниченной ответственностью «Миллениум». Собственное производство металлочерепицы и профнастила. ООО «Миллениум». Собственное производство металлочерепицы и профнастила марки С8 и С21. Телефон 24-1301. 24-1301. О погоде в Центральной России. В Москве пасмурно и до плюс 18, без осадков. В Владимире и Вологде переменная облачность 15-17 градусов. В Костроме Твери и Иваново пасмурно до плюс 15. Теперь о погоде в Ярославском регионе. В Рыбинске облачно с прояснениями 15-17 градусов выше нуля. Атмосферное давление в норме. На юге области, в Переславле-Залесском, прохладнее. Там столбик термометра поднимется не выше 13 тепла. В Тутаеве переменная облачность днем до 15, ночью не выше 8 градусов. В Угличе пасмурно 13-15 тепла, без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Пасмурно и в Ростове-Великом. Там до плюс 13, атмосферное давление чуть выше нормы. И, наконец, о погоде в областном центре. В Ярославле малооблачно, без осадков и немного теплее, чем в других городах. Днем до 17 тепла, ночью до 10. О погоде все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин